Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Обливион. Мы находимся в раю Манкара Камарана. Ну че, давайте поприветствуем папочку. Что такое? А кто это сделал? А кто это сделал? Манкар Камарана убийц, его смертью созданный рай растворился и меня вместе с амулетом. Храм Королей перенесло обратно в храм Повелителя Облаков. Нужно отдать амулет Мартину. О, ты уже платьичко одел. Шо? Манкар Камаран убит. Да, конечно. Вот он, на, держи. Если это правда, если император действительно был моим отцом, я смогу носить его. Ну да. Только наследники рода Септимов могут носить амулет королей. Ну надевай уже. Да, конечно. Чего я жду? В конце концов, это ведь моя судьба. Никто не может противиться своей судьбе. Ну вот. Ты сын Уриэля. Мне не был нужен амулет, чтобы подтвердить это. Я знал, что это правда еще тогда, в Квачче, когда впервые услышал об этом от тебя. Но одно дело говорить о том, что ты станешь императором, и совсем другое, стать им на самом деле. Ну да. Ты император. Поздравляю. Еще нет. Пока мы не зажжем драконьи огни, врата будут оставаться открытыми, и вторжение Мерунаса Дагона будет продолжаться. Пока тебя не было, я отправил посланника канцлеру Аката. Он ожидает нас в имперском городе. Зачем нам видеться с Аката? Канцлер Аката возглавляет Совет Старейшин. Совет управляет Империей в отсутствии Императора. Я не ожидаю от Совета Старейшин каких-либо возражений. Но мы должны считаться с его мнением. Нам нужно немедленно отправляться в имперский город, пока враг не оправился от смерти Манкара Камарана. Сэр! 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 Ладно, погнали в имперский город. Не-е-е. К башне. Вперед! Добро пожаловать в имперский город. Где Мартин? Мне сказали, что... Да вот он, вот он. Мы прибыли в зал Совета Старейшин. Мне нужно официально заявить канцлеру Аката, главе Старейшин, о правах Мартина на трон. Я ждал тебя. Совет в полном составе уже рассмотрел притязание Мартина на императорский трон. Мартин Септим, от имени Совета Старейшин, я признаю твое право на императорский трон. Канцлер Аката! Мы должны начать церемонию... Канцлер Аката! На город совершено нападение. Врата Обливиона открылись, и Дейдра уже внутри. Стража не справляется. Мужайся, солдат. Император опять с нами. Ваше Величество, какие будут приказы? Стража отойти к дворцу? Нет. Если мы позволим запереть нас во дворце, нам конец. Мы должны немедленно отправляться в храм Единого. Как прикажет наш повелитель? Стража, построиться и приготовиться к защите императора. Дейдра. Мы добрались сюда. Я! 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 Ты смеешь спроситься имперскому легиону? Погнали, быстрее. все кончится здесь привет мир у нас мы опоздали мир у нас догон здесь драконьи огни больше не спасут нас барьеров защищавших нас от обливи она больше нет мы можем изгнать его в обливиан или нет давай рожай мартин я не знаю как оружие смертных может причинить ему вред но теперь когда он здесь в тамриэле оно не обладает силой полностью уничтожить его как насчет амулита королей подожди точно этот амулет был дарован смертным самим акатошем он содержит его божественную силу бог дракон но как использовать эту силу против догона этот амулет не предназначался для использования в качестве оружия ломай у меня есть идея это наша последняя надежда я должен добраться до драконьих огней в храме единого но ты сказал что это бесполезно тебе придется довериться мне теперь я знаю для чего я был рожден но мне понадобится твоя помощь я должен как-то пробраться мимо меру на садогона но когда я сделаю все остальное веди друг мой ну вот мы как как бы уже и пришли да я делаю то что должен прощай ты хороший друг жаль мы были знакомы так недолго а я должен идти дракон ждет да Продолжение следует... Амулет уничтожен. Дагон побежден. Кровью дракона и силой амулета королей навеки запечатаны врата Обливиона. Последний из септимов становится достоянием истории. Сердце мое спокойно, ибо знаю я, моя жертва не была напрасной. Я займу свое место рядом с отцом моим, дедами и прадедами. Третья эра закончилась. Грядет новая эпоха. Твои деяния будут записаны в следующем древнем свитке. Будущее народов. Судьба империи. Это теперь в твоих руках. Вот и все. Что случилось? Где Мартин? Я должен поздравить его. Мирун из Дагон повержен. Отправлен назад в Обливион. Мы победили. Мартина больше нет. Что значит больше нет? Мы видели, как купол храма взорвался, и появилось воплощение Акатоша. Это был Мартин? Да. Он разбил амулет. Соединенная вместе кровь королей и богов. Амулет королей. Божественная сила Акатоша. И кровь Мартина тоже. Значит, Мартина больше нет. Но рота все закрыты. Да, закрыты навечно. Мирун из Дагон и его прихвостни больше никогда не будут угрожать Тамриэлю. Мартин мертв. Но он умер как император и как герой, равный Тайберу Септиму. Да. Что теперь будет с Империей? Эта победа далась нам тяжелой ценой. Мы потеряли Мартина Септима. Какой император мог бы из него получиться? Его самопожертвование было необходимым, но она оставила империю без императора. Я не знаю, что будет дальше. Видите знак на дверях? Империю ждут тревожные времена. Но сейчас не время волноваться о будущем. Нужно благодарить судьбу, что мы остались в живых. Совет старейший. Теперь мы управляем империей. Очень скоро мы приведем империю в порядок. Но если быть честным, я не знаю, что будет дальше. Это вряд ли. Волнения в провинциях продолжаются уже несколько лет. Они начались еще до последнего кризиса. У нас нет законного претендента на драконий трон, и нас ждут тревожные времена. Что касается Мартина? Я знаю, что его больше нет. Как канцлера Совета Старейшин, меня сейчас больше всего заботят, как выбрать его преемника. Ну и про защитник Сиродила. Властью Верховного Канцлера Совета Старейшин я провозглашаю тебя защитником Сиродила. Также в знак благодарности за твое служение империи я приказал изготовить для тебя имперские драконьи доспехи. Имперские драконьи доспехи? Имперские драконьи доспехи обычно носит только сам император, но защитник Сиродила достоин этой чести не в меньшей степени. Тобою заслужено самое высокое звание в Ордене Дракона, прославленном Ордене Имперских Рыцарей, учрежденным самим Тайбером Септимом. Это великая честь! За всю историю империи всего шестеро добились такой чести до тебя! Ну ладно. Этот дракон будет стоять здесь вечно, как память того, что Мартин сделал для всего Тамриэля. Вот и все, дорогие друзья! На этом и заканчивается сюжетное приключение по четвертой части свитков. Мартин пожертвовал собой для того, чтобы закончить кризис Обливиона, для того, чтобы отправить во своя Семеруна Садагона мы становимся защитником Сиродила, героем всего Тамриэля. Что ж, вот такой вот финал, мне кажется, он довольно-таки хорош, потому как в Скайриме вот именно финала как такового не было. Мы просто побеждали Алдуина, да и все. Возвращались и как бы, ну все, конец истории. Че тут еще сказать, да? И отправлялись в свободное путешествие, как в том же Фаркрае или где бы то ни было. Здесь же полноценный финал. Извини за беспокойство, но меня послали просить твоей помощи. Ты кто? Ах, где же мои манеры? Я орался нарвала. Мой муж Гелен велел мне найти тебя и просить помочь ему. А в чем дело? Я бы ни за что не стала обращаться к совершенно незнакомому человеку, но Гелен так настаивал. Пожалуйста, прости мне дерзость. Ну ладно, продолжай. Спасибо. Гелен всегда склонен все преувеличивать, но на этот раз мне показалось, что он всерьез озабочен, и это немного волнует меня. Он просил сообщить тебе, что дело, в котором ему нужна твоя помощь, имеет очень большое значение для жителей имперского города. Тебе нужно встретиться с ним в доме Середура. Это в храмовом районе. Он сказал, что когда ты придешь туда, тебе все объяснят. Это все, что он просил меня сказать. Не волнуйся, я приду. Спасибо. Я уверена, он будет рад. А теперь я должна идти. Удачного тебе дня. Да, спасибо. Похоже на... какое-то дополнение. Может быть, это Рыцари Девяти или что-нибудь подобное. Ну что же, дорогие друзья, я думаю, на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока.